На космодроме Байконур готовится к запуску транспортный грузовой корабль Прогресс МС-16. Он должен доставить на станцию 600 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, около 1400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения. Также Прогресс повезет на орбиту укладки для проведения экспериментов, средства медицинского контроля, рациона питания и свежие продукты для экипажа МКС-64. Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса, переходной камеры служебного модуля «Звезда». Старт грузового корабля Прогресс МС-16 15 февраля. Смотрите нашу трансляцию запуска. Отряд космонавтов Роскосмоса пополнился четырьмя кандидатами. Это Сергей Иртуганов, Александр Калябин, Сергей Тетерятников и Рутюн Киверян. Стали известны подробности программы их подготовки. Все расписано по часам. 466 часов основы космонавтики, 499 часов изучения конструкций бортовых систем и оборудования, 88 часов работы в невесомости, 335 часов гуманитарной подготовки, 317 часов научно-прикладные исследования. Также кандидатам в космонавты предстоит пройти парашютную, летную, физическую и другие виды подготовок. Предполагается и отпуск в 520 часов. Бортинженер МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Куцверчков, начал серию публикаций на своих страницах в социальных сетях о научных космических экспериментах по российской программе. Первый выпуск посвящен эксперименту «Пилот-Т», цель которого — совершенствование методов оценки и прогнозирования надежности профессиональной деятельности космонавта при выполнении сложных операторских задач, пилотировании космического корабля и управлении роботизированными средствами на поверхности космического тела. Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Дмитрий Петелин, которые входят в состав дублирующего экипажа корабля «Союз МС-18», приступили к испытаниям в гидролаборатории ЦПК. В ходе совместного погружения космонавты отработали операции по выходу в открытый космос. Перемещение по поручням, стыковку-растыковку кабельных держателей, фиксацию на рабочем месте, перемещение грузов. Кроме того, отработали действия в открытом космосе при возможных нештатных ситуациях. Космический аппарат «Арктика-М» заправлен и перевезен в монтажно-испытательный корпус космодрома «Байконур» для подготовки к сборке в составе космической головной части ракеты-носителя «Союз-2.1б». Его запуск запланирован на конец февраля 2021 года. Космический аппарат «Арктика-М» разработан в научно-производственном объединении имени Лавочкина и предназначен для проведения регулярной съемки арктического региона Земли. Это орбита эллиптическая, околополярная, то есть над полюсом он находится низко и долго, потом делает большую петлю и опять зависает фактически над полюсом. Это для того, чтобы наблюдать полярные шапки Земли, которые сильно влияют на погоду на всем земном шаре. В соответствии с программой полета Международной космической станции, грузовой корабль «Прогресс МС-15» 9 февраля был расстыкован с МКС и сведен с орбиты. В 12 часов 4 минуты по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-15» вошел в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана. Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» прислал первый снимок Красной планеты, сделанный с расстояния 2 миллиона километров, после чего успешно выполнил четвертую коррекцию траектории полета. «Тяньвэнь» преодолел путь длиной более 450 миллионов километров и сейчас находится на расстоянии около 170 миллионов километров от Земли. В ближайшие дни аппарат совершит торможение для выхода на орбиту Марса. Посадка запланирована на 23 апреля. Основная задача «Тяньвэнь-1» — глобальное исследование Красной планеты с орбиты и доставка на поверхность марсохода. 6 февраля 1971 года американский астронавт и командир Аполлона-14 Аллен Шепард сыграл в гольф на Луне. Он вынул из кармана скафандра два мячика, припасенные сведом руководством. Используя инструмент для выкапывания лунных образцов в качестве клюшки, Шепард сделал несколько ударов. Один из мячей отлетел недалеко и попал в воронку, второй по следам астронавта потерялся. Но на недавно восстановленных фотографиях миссии высадки мяч внезапно нашелся. Как оказалось, он отлетел всего на 37 метров и все последующие 50 лет пролежал на одном месте. Глубоко под слоем облаков атмосферы крупнейшего спутника Сатурна Титана лежит море Кракена, состоящее из жидкого метана. В новом исследовании астрономы оценили, что глубина моря в центральной части может достигать примерно 300 метров. Именно туда через несколько лет планируется отправить спускаемый аппарат субмарин. Спутник Сатурна, расположенный на расстоянии в миллиардах километрах от Земли, окутан золотистой дымкой из газообразного азота. Однако, если всмотреться сквозь эти облака, его пейзажи напоминают земные, поскольку по поверхности Титана струятся жидкие потоки углеводородов, формирующие реки, озера и моря. А на море Кракена приходится около 80% всей жидкости на Титане. Распределение угарного газа в атмосфере Марса в деталях исследовал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite на борту космического аппарата Trace Gas Orbiter российской европейской миссии ExoMars-2016. Измерения проводились на разных широтах и захватили глобальную полевую бурю 2018 года. Атмосфера Марса, ее циркуляция, циркуляция это движение как раз воздушных масс, на Марсе они более упорядоченные, они имеют более такую выраженную структуру, что куда переносится, на экваторе это нагревается под действием солнечного излучения, поднимается вверх, переносится, получается ближе к полюсам, и там уже охлаждаясь опускается вниз. И как раз вот этой циркуляции следует СО, угарный газ, исследованный в этой работе. Концентрация молекул угарного газа на экваторе составила около тысячи частиц на миллион в единице объема, а по мере продвижения к полюсам выросла в три раза. Во время глобальной полевой бури концентрация угарного газа резко уменьшилась на всех высотах, что свидетельствует о большем содержании водяного пара, главного разрушителя угарного газа на Марсе. В отличие от Земли, основа марсианской атмосферы углекислый газ конденсируется в полярных областях при смене сезонов. Напомним, что прибор, позволивший сделать открытие, создан в Институте космических исследований Российской Академии наук. Мы, честно, даже не ожидали, что характеристики получатся настолько хорошими. То есть мы попали именно по всем параметрам, по всем фронтам. В 2018 году мы начали работать, и вот с тех пор, получается, уже почти три года, мы наслаждаемся тем, что мы получаем, потому что данных очень много, каналы связи широкие, мы благодаря этому можем мерить много. То есть сейчас мы говорим с вами, и, возможно, одновременно приборы меряют очередное затмение или очередные надежные измерения. Поэтому данных для обработки, для того, чтобы построить именно какие-то глобальные картины, распределения, температуры, концентрации, всего этого очень много. И сейчас научное сообщество наслаждается просто происходящим сейчас в полной мере. 10 февраля легендарному президенту Академии наук СССР Мстиславу Всеводовичу Келдышу исполнилось бы 110 лет. Он прошел путь от блестящего математика в Центральном аэрогидродинамическом институте до главного теоретика космонавтики. Вклад Академика Келдыша в становление и развитие отечественной космонавтики огромен. Приступив к космической тематике в середине 50-х годов, он стал одним из инициаторов широкого развертывания работ по изучению и освоению космоса. Начиная с первого искусственного спутника, Мстислав Келдыш участвовал практически во всех космических программах СССР. Но долгие годы его деятельность в области космонавтики была засекречена. В газетах Мстислава Вселыча именовали «главный теоретик». Сегодня Институт прикладной математики, который когда-то возглавлял главный теоретик космонавтики, вносит имя Академика Ялдыша. Туманность Кокон или IC5146. Эта красивая туманность находится на расстоянии 4000 световых лет в созвездии Лебедя. Внутри зарождающееся звездное скопление. Последние наблюдения показывают, что массивная звезда в центре изображения проделала дыру в молекулярном облаке, откуда течет большая часть светящегося вещества. Снимок сделан Святославом Липсом в Подмосковье. Общее накопление сигнала 24 часа. Лунное галло над заснеженными деревьями. Это явление возникает, когда высокие тонкие облака, содержащие миллионы кристалликов льда, покрывают большую часть неба. Снимок сделан в Швеции, Гороном Страндом. Центр туманности Розетка. Гигантская эмиссионная туманность, расположенная вблизи одного из больших молекулярных облаков созвездия Единорога. Внутри рассеянные скопления звезд NGC 2244. До этой туманности 5000 световых лет. Автор работы Алексей Черенков. Алексей Орлов интересуется, существует ли фоновая радиация внутри и снаружи орбитальной станции. Радиация — одна из наибольших проблем для космических исследователей. Сейчас все пилотируемые орбитальные полеты проходят в термосфере на высотах от 200 до 500 километров. Выше находятся так называемые радиационные пояса Ван Альлена. Именно они не дают проникнуть к Земле большей части космического излучения, идущего из центра нашей галактики и Солнца. Однако на орбите радиационный фон намного выше, чем на поверхности Земли. У нас же фон на Земле тоже есть. И фон на станции больше, чем фон на Земле. У каждого космонавта есть индивидуальный дозиметр. Обычно этот дозиметр хранится в каюте. Чтобы его не потерять, он при репом каюте, потому что мы значительную часть времени спим в ней. У нас в каютах есть специальные шторки, и мы значительно понижаем этот уровень радиации. Второй момент — выход в открытый космос. Мы берем этот дозиметр и укладываем его в карманчик скафандра. Это связано с тем, что уровень радиации, который у нас внутри станции, он отличается от уровня снаружи. Я наблюдаю. Дозу радиации получаем, когда пролетаем над всякими аномалиями земными. Это курская аномалия, бразильская магнитная аномалия. То есть там, где у нас эти аномалии, там у нас радиации побольше. На сегодня все. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в среду в космической среде. Продолжение следует... Продолжение следует...